Здравствуйте, мои хорошие! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Здравствуйте, хорошие люди! Да простят меня мужчины, речь пойдёт о женщинах. Но это шутка. И каждый день мы с моей подружкой после обеда, после работы отправляемся в путешествие со скандинавскими палками. Путешествие наше проходит по одному тому же маршруту каждый день. И длится оно приблизительно один час. Иногда бывает больше, иногда меньше. Ну и поэтому подошло время. Сейчас мы с вами отправляемся по маршруту. Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала! Ну вот, не думал, не гадал, нечаянно попал. Так, я попала в гости. И как раз тот момент, когда хозяйка приехала с тафеля. Ну, разрешила мне опять тут похозяйничать. Ну и давайте посмотрим, что же она получила сегодня. Вот такой замечательный хлеб с семечками подсолнечными. И вот такой ржаной хлеб. Вот, и вот целую упаковку булочек, которые надо допекать. Вот, а вот это, видите, это Кристштолен. Это, ну, такое кондитерское изделие немецкое, полкило весом. Так, что еще посмотреть здесь можно. Про годности все говорят. Ай, просрочено, просрочено. До 31 января 22 года. Так что еще и китайский Новый год с ним можно отпраздновать. Так, здесь вот вареница. Такое опять смородина с вишней. Это сливки. Так, вот это что у нас тут такое хорошее? Оливкое масло экстра. Замечательно. Так, здесь кроет артвей, мишенка. Это чай. Это чай, это чай. И еще один чай. Химбербио. Это малиновый чай. Кроме этого, смотрите, какие тут есть. Такие прянички, не прянички. Пирожки, не пирожки. В общем, вкусняшки. Вот это называется Баум Кухон. Очень вкусный. Ну, кухон или пирог. Или бисквит, можно сказать лучше. Вот, чтобы много не болтала со мной моя подруга, ей дали вот эти тики-так, чтобы свеженько было. Кроме тики-так, всякие какие-то конфетки, кокосовые вафли, шоколадки. Дойче, маркан, бутер. О, и масло вот такое вот на хлебушек. Масло сразу порционное. И еще масло. Ох ты, а как это пряники Маша попали на тапель? Пряники медовые. Это нужно узнать. Кто их туда сдал? А пряники Маша. Так. А зендорф опять. Это молочная продукция. Зендорф это очень хорошая, дорогая фирма. И здесь, значит, у нас бутер в мельхе. Бутер в мельхе. Это пахта. Вот такая колбаса в салями. Замечательная. И вот такая в салями тоже. Очень хорошая. Такая у нас сухая-присухая. У меня очень любят такой внуки. Вот. Это соус. Томатный такой. С базиликом. Это сыр. Типа творога. И с тмином. Это еще пахта. Бутер мельх. Так. Это не знаю, что за трейс бея. Трейс бруда. Ну, в общем, не знаю, что это такое. Потому что 10 ферди бина. 10 цен ферди бина. Ах, что? Это потому что упаковка у него. Ну, в общем, молочный продукт. Здесь еще кварк. Или, как сказать, творожок такой с ягодками. И здесь еще вот есть упаковочка. Фриш. Ну, это тоже такое, что это творожная масса, творожная паста. А вот теперь, как хозяйка открыла нам вот это. Не знаю, что это такое. Нет. Этого я боюсь. Это типа супа. Нет. Да, что здесь супа. Значит, вот это, в этой банке это суп. Вот такой. Который можно взять с собой на работу, разогреть и поесть. Поворачиваемся в другую сторону. Здесь у нас витаминки. Пшеная крупа. и тоже посмотрите. Капуста. Громадный пучок петрушки. Громаднейшие. Ягодки. Хайдальберы или голубичка. Виноградик. Так. Вот здесь целая упаковочка или целый мешочек всяких фруктов. Здесь и зеленые яблоки, красные яблоки, апельсины, лимоны. Ну, вот еще одно зеленое яблоко и еще одно красное. Замечательные фрукты. Дальше идет авокадо. Еще один китикет. Помидорки. Китайская капуста. Это кальраби. Вот это четвертинка от корня сельдерея. Так. А вот это вот суповая зелень, которую я вам все время говорю, как продается суповая зелень. Здесь морковь, лук-пури и немножко веточка петрушки там есть. Ну, вот грибы, шампиньоны. А вот здесь еще, смотрите, зеленый лук. Так. Две красные паприки, морковь и еще один лук-пури. Это суповая зелень. Это прекрасно. Это всегда можно израсходовать. Вот этот физалис. Это тоже витамины. Вот гиацинт прямо в горшке. Розовый. Прекрасно. Вот вам белые тюльпаны и розовые розы. Ну, вот этот букет нормальный в магазине стоит 5,55. Вот этот с розами. А его дают людям, тем, которые ходят на тафель. Ну, не красота? Красота. Ну, вот, мои хорошие, проходя все время по одному и тому же маршруту, я вижу одну и ту же картину. Одни и те же дома, одни и те же растения, и все время хочется вам кое-что показать. Смотрите. Хотела показать вам, что в Германии растут пальмы. Да? Красота, да? Видите, сколько их? Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И вот тут тоже пальмы, видите? И тоже такая красота. Вот они пальмы. Видите, одна, вторая, третья, четвертая. Ну, чем не Африка? А? Как вам? Нравится? А уж, мне-то как нравится. как будто в Африке побывала. Идешь вот тут мимо. Иду все время на прогулку. И пальмы вижу. Ну, чем не Африка, чем не южный курорт. Ну, что, мои золотые, дорога жизни наша закончилась ежедневная. Каждый день мы ходим по этому маршруту, чтобы немножко размять свои ноги, продышать легкие, побывать на свежем воздухе. Очень радуюсь, когда светит солнце. Обязательно хочется ухватить солнечного лучика. Вот как-то так. Прогулка это всегда очень хорошо, особенно в нашем возрасте. А со скандинавскими палками идешь увереннее. Я бы не сказала, что они мне помогают ходить, скорее мешают. Но есть определенные правила, которых мы придерживаемся. Ну а моя подруга, она немножечко постарше меня, поэтому ей палки помогают. А сегодня для вас еще неожиданный сюрприз, как и для меня он получился, неожиданный сюрприз. Так что смотрите ролик. Всем всего хорошего. До новых волнующих встреч и всем пока-пока.